Денис, приветствую тебя! На очередной неделе насыщенный на события. Все прекрасно знают, что в эту пятницу он он фарм фэрлс, но никто не знает, как в итоге поведет себя рынок. Отчет важный, недооценивать его не нужно, потому что, в принципе, это первый стоящий официальный релиз по рынку труда США, который позволит нам оценить более-менее последствия влияния пандемии на американскую экономику. Но уже после отчета, я думаю, на следующей неделе мы с тобой поговорим, что может в связи с определенным развитием событий случиться с американским фондовым рынком, ну и так далее. Думаю, что будет уместно затронуть также тему индекса доллара. Ну, давай тогда вернемся к тем идеям, которые анонсировали в ходе прошлого с тобой эфира и выпуска, и поговорим о том, где сейчас кроются возможности. Начнем с меня, тогда демонстрацию экрана. Давай. Так, в прошлый раз... Должна была бы пойти демонстрация, да? Да-да-да, порядок. Отлично. Так, в прошлый раз был акцент на продаже пары евро-доллар с отметки 1,0840. То есть сейчас я, честно говоря, продолжаю оставаться в сделке, чуть поближе к 10 увеличил даже рабочий объем на продажу. Расклад был в пользу, опять же, сначала локальных покупателей, потому что мы ждали от Европейского Центрального Банка анонс новых мер экономического стимулирования, однако ЕЦБ, так же, как и Федрезерв, предпочел в этот раз в ходе текущего заседания ничего не анонсировать, просто лишь допустив возможность, что будет виднее позже. На следующем заседании я уверен, что спустя месяц, если для нас с тобой эта пара будет дальше представлять интерес, мы подойдем, опять же, к снова разбору полетов по деятельности Европейского Центрального Банка и, скорее всего, уже получим сигналы в пользу монетарного стимулирования. Также отмечу, что до выхода, до заседания Европейского Центрального Банка были опубликованы еще отчеты по темпам экономического роста, в частности, по еврозоне спад был спиксирован на отметке 3,7%. Я уверен, что ситуация во втором квартале будет только хуже. Вчера у нас, как видно, распродажи довольно неплохие, они в целом продолжаются уже несколько дней подряд. Накануне вышел блок статистики по производственной активности Еврозоны и Германии, регион, на который я больше обращаю внимание, потому что это все-таки промышленный драйвер и именно он влияет на благосостояние европейской экономики. По статистике, тем, кому интересно, можете посмотреть в экономическом календаре, там все хуже некуда. То же самое было и с индексом доверия потребителей с Энтикс, там рекордное падение до 41,8%. В общем, вопросов к текущему снижению евро, в принципе, нету. Я лишь актуализирую те ориентиры, которые были обозначены раньше, это снижение в районе отметки 1,07%. Также был сделан упор на покупки рынка криптовалют, в частности, по биткоину. Ну, непосредственно, когда мы с тобой вещали, котировки были примерно в районе 9200 примерно, где-то здесь. Да, примерно. То есть я рекомендовал либо покупать с текущих, либо, собственно, дождаться коррекции, небольшой там в район 8400-8500, там брать. Ну, в целом, мы остаемся в этом довольно, скажем, не узком коридоре, в данном случае 9000 долларов. Предвкушаем предстоящий халвинг. Как и обещал, на нашем канале я добавил ролик по поводу того, что может произойти с биткоином именно вот в оставшиеся дни до халвинга, то есть он на вторник запланирован, и, соответственно, в последующие месяцы после него, там очень интересная аналогия математическая, с разбором того, как биткоин реагировал на халвинги 2012-2016 годов. То есть если кому интересно, в качестве долгосрочной позиции можете посмотреть и поймете, что так же, как и когда мы с тобой вещали, я анонсировал цели сначала движения в район 10 тысяч, а потом уже на уровень 12,5 тысяч, эти цели пока что актуальны. А совсем уж долгосрочные ориентиры — это уход на Х2, то есть в район 18 тысяч. По нефти мы с тобой так же говорили, но поскольку рынок так и не добрался, секундочку, до отложки, я ее размещал на уровне 21,90, то есть еще с, по-моему, прошлого вторника. Мы, разумеется, не двигались вниз, продолжили расти, поэтому я пока что рекомендую оставить в покое рынок нефти. Ну, если там у тебя будут какие-то идеи, можешь прокомментировать. Но в целом я продавец, но сейчас предпочитаю держаться от рынка подальше, тем более, что вот он не дал возможности заработать. Сегодня, Денис, я предлагаю посмотреть на фунт, потому что сегодня отчет важный, буквально через 15 минут он выйдет, по активности в сфере услуг, важная отрасль экономики, любой развитой экономики, потому что это сфера услуг, это больше 80% экономического роста. Сегодня я настраиваюсь увидеть плохие цифры, такие же плохие, как было по производственной активности, тоже по Англии в конце прошлой недели. Возможно, даже увидим рекордные падения. Поэтому предлагаю сделку на прошлый уровень, который я отмечал, это селстоп с отметки 1.2370, вот на вот этом уровне, в расчете на то, что мы окажемся ниже, пробьем уровень FIBA 50 и пойдем, соответственно, к более нисходящим ориентирам. Что касается еще одной валютной пары, которую ты предложил, доллар-иена, честно говоря, я хотел бы прокомментировать ситуацию с этим дуэтом активов, безусловно, с позиции доллара, потому что впереди, как мы уже начали этот эфир с тобой, очень важный отчет по Non-Farm Perils, который, скорее всего, снова разочарует, точнее разочарует на основании последних данных по заявкам на пособие по безработице. Мы можем увидеть то, что без работы, уровень безработицы скакнет до 15%, я допускаю, что там будет даже значение 17-18%, это приведет к росту доходности американских облигаций, в принципе, должно толкнуть вверх и индекс доллара, ну и, разумеется, обеспечить поддержку для доллара и против японской валюты. В качестве уровней, с которых можно было бы сейчас присматриваться к длинным позициям, ну, возможно, это после повторного теста поддержки 106,5, и, соответственно, если идея отработает в плане роста доллара, то в качестве ориентира можно будет метить в район 108. Я допускаю, что если не сейчас, то в перспективе, скажем, месяца-полутора мы точно сможем добраться до данного ориентира. Денис, на этой ноте тогда тебе передаю слово. Да, хорошо, перенимаю эстафету. Хорошо, значит, по поводу евро, опять-таки, на прошлой недельке, как раз в четверг, я говорил о том, что у меня по евро исключительно были лонговые настроения, и свою цель евро как раз отработал, то есть я целился, вот, у меня самое ближайшее было, как раз на небольшой перехай в район 1.10. Здесь даже там цена в район где-то 1.10.17-1.18 сходила, то есть очень четко коснулись и маржинальной зоны, и премийкового границ рынка, в принципе, здесь все хорошо. При этом получили тоже такой достаточно крупный, мощный проталкивающий объем, но он очень часто тестируется еще потом с обратной стороны. Поэтому для себя я вот такую зонгу сделал 1.08.10, 1.08.60, и в этом диапазоне я буду рассматривать возможность для лонгов. Но, опять-таки, здесь, как видишь, у меня лимитов нету, поэтому, так скажем, с очень-очень опасением, большим опасением в случае, у меня есть запасной вариант, он как раз совпадает с твоим, что цена может приблизительно в район 0.7.70 вот сюда опуститься, к этим минимумам, и затем уже только стрельнуть. Но, в целом, я все равно больше склоняюсь к лонгам, но буду очень-очень осторожно их вот здесь рассматривать, потому что, как правило, пробой таких вот сильных кульминаций в обратную сторону, но они дают мощные движения в основном. Поэтому пока что вот эта зона, эта середина диапазона накопления, вот видно раз, два, три и четыре. Четыре ключевых недельных профиля сюда у нас попадают, то есть маржинальная зона, и здесь же страйки находятся у нас для текущих недельных опционных контрактов. Поэтому, в целом, я думаю, что сюда, скорее всего, да, действительно сходят. Ну, отсюда уже буду как-то смотреть на покупки. Касательно фунта, вот я с тобой, пожалуй, соглашусь, потому что по фунту у меня расклад следующий. У нас на прошлой неделе, в Глубчитьверх, был сделан достаточно мощный такой выброс вверх, и у меня вот видишь такой большой зеленый квадрат, стоит 2713 с положительной дельтой. Это достаточно большой точечный объем, который по классе RAM прошел с положительной дельтой наверху. То есть, другими словами, наткнулись на sell limit. То есть, это именно крупная, была sell limit заявка крупняка, и, следовательно, дали коррекцию, как по классике это происходит, к одной-второй маржиналке, теперь внутренний флэт. Вот здесь вот как раз та самая ситуация, чуть детальнее нужно на часовом смотреть. Вот у нас два самых крупных опорных объема, вот один, и вот второй. Там, если на более младший переходить, то у нас самый крупный вообще вверху, вот здесь будет. То есть, это чистейшая кульминация. Поэтому я считаю, что могут откорректироваться, ну, чаще всего, какую комбинацию делать. От одной-второй к одной-четвертой, плюс здесь совмещенные зоны протоцов находятся, плюс локальный уровень сопротивления здесь, и также вот он опорник, один из опорников данная свеча, которую протолкнули вниз. Поэтому с этой области я ожидаю, что если цена дойдет, а это 1,25, если чуть-чуть обруглить, 1,25,15, 1,25,65, с этой области уже действительно смотрю вниз примерно на 1,21,5-2,2,5. То есть, вот в этот диапазон. Поэтому тут я с тобой полностью согласен в плане шорта. Мне бы хотелось увидеть еще чуть-чуть продолжение такого небольшого лонга, чтобы более выгодно зайти. Потому что по моему стилю торговли я, например, никогда не работаю пробойными, потому что на рынке чаще происходят ложные пробои, чем истинные. Поэтому предпочитаю работать с коррекцией, когда появляется уже четкий сигнал, тогда уже можно действительно пробовать. Плюс ко всему, если в меньшем масштабе посмотреть в целом на всю картину по текущему фьючерсовому контракту, объемы, что у нас с CME, с фьючерсовыми, то смотри, получается, что сейчас вот июньский контракт самый большой объем-то у нас находится где? Вот он. Находится у нас на максимуме, который, в принципе, сформировал вторую вершину. Большой точный объем дали, большую кульминационную свечу дали, и все это перекрыли вниз. То есть это один из таких ярких примеров, когда происходит действительно разворот. Поэтому я думаю, что в рамках такого расширенного флета, диапазона 21,5 до 26,5, 500 пунктов, да, диапазон, где цена уже ходит на протяжении примерно полутора месяцев, вот здесь пока что она и останется. Поэтому в нижней границе диапазона считаю, что действительно могут цену обводить. И что касается иены, здесь я с прошлой недели удерживаю как раз шортовые позиции. И в чем смысл? Дело в том, что тоже, опять-таки, был у нас крупный объем на прошлой неделе как раз кульминационная вот такая вот свеча, от нее там как-то откорректировались, добили вниз, и только здесь я уже начал активироваться на продаже при коррекции, потому что, в принципе, там, других точек входа для продаж здесь и не было, на самом деле. То есть вот эту играть в угадайку на протяжении всего накопления, когда на прошлой неделе на 65 пунктов в одном диапазоне находилось тоже не вариант. Поэтому как раз вот зоны продавцов в сочетании с контрактным деплоком, в сочетании с крупными профильными накоплениями, я считаю, что могут все-таки попытаться обвалить немножко ниже, в район 105-105,5, а отсюда уже я действительно буду смотреть возможность для дальнейшего лонга. Но пока что, хоть цена и в таком диком флэте находится, но все равно пока что предпочту просто сидеть в продажах и не дергаться. Если что-то как-то здесь поменяют, перекрытия какие-то будут делать, тогда просто закрою там какую-то небольшую прибыль и все. Но пока с лонгами я бы немножко, скажем, не спешил бы, потому что в идеале протестировать нижние границы вот здесь, тогда действительно будут очень выгодные точки входа для лонгов. А касательно того, что я упоминал по поводу битка, тут в принципе, да, мы с тобой в прошлый раз со всей своими мнениями о том, что да, действительно, вертобой будет, но единственное, какая-то, опять-таки, психологическая привычка, я считаю, работать именно с коррекцией. Поэтому в плане коррекции та же самая зона, что и была, она же и остается. 6,480, 7,455. Классическая, красивая зона для покупок. И дальше уже там цель в район 10,5 тысяч за монет. Спасибо тебе, Денис. Очень интересно. Я думаю, что в четверг мы с тобой, безусловно, еще раз введем итоги от того, что происходит сейчас в том числе и на рынке криптовалют, потому что тема интересная. Я думаю, что даже по комментариям видно, что можно уделять побольше внимания. Ну, знаю, что тебе эта тема не нравится, знаю твое отношение к крипте, но все равно. Ну, анализировать-то все равно ничего не мешает нам. Согласен. Хорошего тебе дня тогда и до встречи в четверг. Пока. Да, тебе тоже отличного дня. Давай до четверга. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...